Здравствуйте, друзья! Сегодня мы проводим беседу. Я депутат Московской городской думы Стопин Евгений и замначальника Норильского отдела Роспроднадзора Рябинин Василий. Соответственно, Василий непосредственно в курсе всех подробностей, которые и прошедшие аварии на заводе Норильский Никель. И я надеюсь, что сейчас нам все это расскажут. Ну, бывший работник Роспроднадзора. Сейчас идет следствие по поводу этой аварии. Но каким образом это все происходило? То есть официальная позиция Норильского Никеля, что размерзся вечно мерзлый грунт, но многолетний, ведь вечно ничего не бывает, это многолетний грунт, и это все просело, и из-за этого образовалась трещина, и, в общем-то, все ушло. Практически все аварии происходили по одному или тому же сценарию, если их совоку есть и так далее. А они... Насколько часто там происходит? Ну, вот смотрите, за последнее время, да, вот за полтора месяца, то есть там уже это четвертая или пятая авария такая. Но это не значит, что их до этого не было. Это просто как бы сейчас изменяется менталитет людей, и они как бы считают, что вот сейчас настал этот момент, когда мы можем это показывать, и на это обратят внимание. То есть если раньше как бы, ну, недоверие и вот эта вот закрытость, они были настолько высоки, что люди просто боялись это выкладывать, то сейчас как бы наоборот, это происходит, каждый человек, который там что-то видит, он выкладывает. Вот, сейчас меняется мировоззрение очень серьезно. То есть за полтора месяца 4-5 аварий, но это же, это же не нормально? Это абсолютно не нормально. То есть это стало нормой такой, обыденностью получается, да? Аналитика, да. Ну, это же значит, какая-то системная причина в этом есть, именно системная недоработка. Естественно. Ну, какая именно? Ну, на мой взгляд, как бы одна из таких серьезных причин, да, это промышленная зона, очень огромная. То есть если мы будем переносить вот карту промышленной зоны Норильска, то есть это, в общем-то, весь город Норильск, это промышленная зона. Но это не значит, что там есть завод, то есть там есть и леса, и какие-то луга, болота, там реки. Вот, все это в промышленную зону. Если мы вот так вот карту Норильска нанесем на Москву, то мы за пределы Москвы даже эту промышленную зону выведем. А что такое промышленная зона? Это либо асфальт, либо пошивогрунт по законодательству. То есть если вы убили там на этом участке лес, то по законодательству там его и не было, этого леса, понимаете? То есть, соответственно, штрафы там вообще никакие. Здесь как бы основная проблема еще в том, что Норильский никель это не признает. То есть на любое какое-то действие они говорят, не мы, и как бы это всегда все ограничивается. Ограничивается туда иностранные СМИ, попытка там наших СМИ там тоже каким-то образом ограничить. А чем объясняется? Ну, с иностранными там вообще все просто. То есть у нас пограничная зона 700 километров. То есть получается от Северного Ледовитого океана до Норильска 700 километров. И это пограничная зона. Но это вот звучит, я даже не знаю, как 700 километров пограничной зоны. Ну вот, соответственно, как бы все, кто туда попадает, они попадают под карандаш. И о этих людях все знают. И, соответственно, контролировать это намного проще. Я уже не говорю, что это на экономику. То есть сейчас есть пограничная зона, соответственно, там особый режим, за которым следят пограничники, то есть ФСБшники. И, соответственно, туда попадать иностранцам вообще, считай, невозможно. Ну, как бы возможно, но их три месяца рассматривают, их посещение туда. Три месяца, да. Переводить, то это огромные деньги, которые привезли бы туда иностранные туристы. То есть там точно такая же природа, там очень суровая, там есть сияние, там вот эти вот горы, плата Патарана. Это все очень красиво. Все-таки, вот много сейчас сообщений в СМИ, что одной из причин может быть там комовство, коррупция на местном уровне, что Ногильский никель, он задавил там местных чиновников в плане там и вот возможно, как раз каких-то коррупционных проявлений. Это может быть причиной? И насколько, по вашему мнению, соответствует действительности? Местных чиновников вообще никто не давил, их просто там ставят с Нолильского никеля. То есть у нас мэр, он ставленник на Нолильского никеля, это никто даже не скрывает. Потом председатель законодательного собрания Красноярского края, куда я пытался попасть, он тоже ставленник. То есть, ну, на сайт заходишь, открываешь, и там его послужной список видим. Там точно так же в депутатах, там бывший, например, директор департамента безопасности, который как бы точно такими же делами занимался, то же самое скрывал, он сейчас находится там. То есть, соответственно, они могут контролировать Нолильский никель? Реально. Но вот судя по тому, что меня не пустили в ЗАГС собрания, и депутаты проголосовали большинстве против, там не очень большое большинство, но все-таки больше. То есть, соответственно, конечно, могут. По Таллинн, он в списке Forbes, в российском, да? Что-то вроде 24 миллиардов долларов им приписывают. Ну, возможно. Понятно, что это все в основном за счет Нолильского никеля заработано. Соответственно, вот, я к тому, что, ну, вот как-то это не соотносится, да, что ржавеющие трубы, которые прорываются, соответственно, природа погибает, да, в таких масштабах. И вот миллиардер. Ну, возможно, он считает, что свои прибыли надо вкладывать в какие-то другие места, и туда их вкладывают. Это, как бы, я не считаю чужие деньги. Тут, как бы, совершенно другой немножечко вопрос. То есть, я считаю, что должно быть законодательство таким образом построено, и природоохрана, в том числе, чтобы не давать этому происходить. То есть, управляйте своими процессами, как хотите, но не надо, как бы, засорять нашу жизнь. Нет, понятно, но вот в том-то и дело, что, то есть, вот, есть понимание, как нужно изменить законодательство, чтобы сверхприбыли не шти одному человеку, а чтобы обязать его вкладывать эти деньги на очистные сооружения. Ну, вот смотрите, то есть, я, как бы, некоторых стран экологически посмотрел законодательство, там, некоторых стран, то есть, каким образом в некоторых развитых это все происходит в странах. То есть, у них не штрафы, абсолютно, а есть, там, замещение ресурсов, то есть, ты, например, загубил реку, да, возьми и ее восстанови. То есть, что сейчас происходит у нас до того, как этот штраф был выписан, да, то есть, Потанин говорит, я построю, там, три завода по разведению малька, и будут туда выпускать и возобновлять, ну, вот, это их тёфаун. Но мальки там сразу умрут. А если ему написать не заплатить 150 миллиардов, а восстановить это озеро, то он, как грамотный, там, хозяин, он не будет выпускать мальков в озеро, где они сразу умрут. Это, ну, как бы, вложение своего капитала никуда. То есть, сначала он остановит эти стоки, чтобы озеро было более-менее, как бы, живым, а потом уже начнет восстанавливать, выпуская мальков. То есть, ключевой это... Почувствуете разницу, то есть? То есть, ключевой его нужно обязательно физически восстановить нарушенную экологию, нарушенную флору, фауну, прикидывающую. Я считаю, что так. Прогнозы какие-то есть, когда ситуация будет развиваться, вот, судя вот по тому, как, вот, первые месяцы после этой крупной аварии прошли? Ну, на самом деле, движение в головах людей, в первую очередь, пошло. Это заметно, то есть, это заметно по сообщениям, как люди реагируют, как они реагируют на следующие аварии и так далее. Ну, и с Норильским никелем тоже. Но, конечно, все это не сделаешь, но видно, что, например, ролики там пошли, как они уже эти трубы прикрывают какими-то там брезентовыми рукавами, чтобы это не было видно здоровья. То есть, раньше на это просто плевали, это даже видно было, ну, здоровья. Сейчас хотя бы начинают там скрывать. Возможно, там, послезавтра они начнут там какие-то очистные строить, просто это не все сразу происходит. Самое главное для нас это огласка, это наше основное оружие при сегодняшнем политическом режиме, которое всячески замалчивает злодеяния при кремлевских олигархах, которые богатеют, а нам, жителям, к сожалению, остается негативная экология и погибающая. Соответственно, мы этому можем противостоять только совместными усилиями, выкладывая эти ролики в интернет, в социальные сети, соответственно, ну и проявляя активность другим способом, в том числе при необходимости протестам. Субтитры создавал DimaTorzok